Ольга, здравствуйте! Дорогие друзья, у нас на связи Ольга Красикова, агентство Азимут, город Харьков. Мы же за кадром вас предварительно представляли, в попытках связаться проиграли гимн Израиля, посмотрели великолепный ролик, спасибо вам большое за информацию. Сейчас с удовольствием готовы послушать о Еврейском Новом Году. Я так понимаю, это то, что мы сегодня с вами планируем обсуждать на следующие полчаса. Спасибо. Ну, наверное, прежде всего я бы хотела объяснить, почему именно эту песню я попросила поставить вначале. Вчера мы уже говорили о том, что просто так сейчас говорить об Израиле для граждан Украины, это ни о чем не говорить. И это был гимн Израиля, гимн Израиля, который называется Агатиква, что в переводе значит «надежда». И там есть такие слова «еще не умрет у нас надежда, которой было 2000 лет, жить свободными на своей земле». Это не перевод на русский украинского гимна, это гимн Израиля. И именно поэтому это достаточно символично и очень глубоко. Настолько близко к нам. Ну, а теперь, собственно говоря, о том событии, которое анонсировалось, то есть о еврейском Новом Годе. Еврейский Новый Год – это не Дед Мороз со Снегурочкой. И израильские еврейские праздники никогда, практически никогда не были и не будут в шоу. Почему? Потому что, скажем так, все еврейские праздники, они связаны с историей народа Израиля, с религией, с философией. И это все то, что было пережито этим народом за несколько тысяч лет своих скитаний, попыток их врагов уничтожить и возрождением фактически из пепла. Поэтому израильтяне, они абсолютно самодостаточные. Они не делают из этого представления и не зарабатывают на своих праздниках деньги. Они готовы пригласить гостей, они готовы дать возможность гостям посмотреть, как это происходит. Но театра из этого не будет. И, собственно говоря, начнем с еврейского Нового Года. Что это такое? И почему каждый год мы видим празднование еврейского Нового Года в разные даты? Ну, хотя бы начнем с этого. Наверняка, вы все прекрасно понимаете, Новый Год – это начало года. Еврейское летоисчисление ни для кого не откроешь секрета. Оно идет от сотворения мира. И на сегодняшнем году мы празднуем 5775 Новый Год еврейской истории. То есть, согласно Ветхому Завету или Торе, что называется, что на иврите, начинается 5775 год от сотворения мира. В еврейской истории было несколько лет исчисления. Это наиболее устоявшегося. Также было летоисчисление от даты исхода из Египта, соответственно, весна, что связано с праздником Песах, от даты разрушения второго храма, от даты разрушения и сотворения храма, от даты всемирного потопа. Но наиболее устоявшееся – это от сотворения мира. Обращу внимание на то, что до принятия христианства на территории Киевской Руси летоисчисление также шло от сотворения мира. Это, кстати, о ниточках связывающих. Почему же все-таки каждый год в разное время празднуется еврейский Новый год? Да потому что еврейский календарь абсолютно уникален. Он не имеет отношения ни к лунному, ни к солнечному, ни к юлианскому, ни к григорианскому календарю. Он абсолютно нелинейный. Он абсолютно не имеет закономерности. И просчитать его могут только еврейские мудрецы, которые находятся в Иерусалиме и занимаются этим систематически. Я ни для кого не открою секрет, что в еврейском календаре все по-еврейски. В том числе и в разные годы может быть разное количество месяцев. Когда их 12, когда их 13. Ничего себе. И это еще не все. В разные года в одном и том же месяце может быть или 29, или 30 дней. И это тоже еврейский календарь. И это еще не все. Еще 13 месяцев может быть в 7 годах в течение 19-летнего цикла. Я думаю, этого хватит для того, чтобы понять, что еврейский Новый год это очень специфическая вещь. И его не надо понимать, анализировать. Его нужно просто принимать таким, каким он есть. Каким его принимают жители Умани? Ежегодно встречающие массы паломников-хасидов, которые, собственно говоря, и приезжают на время еврейского Нового года в этот небольшой украинский городок. И разочарую немножечко некоторых моих коллег. Не удивляйтесь, но это было. Среди коллег есть мнение о том, что хасиды приезжают смотреть парк Софиевка. Как ни удивительно, это не так. Хасиды приезжают на паломничество к могиле Раби Нахмана. Это основатель направления в иудаизме хасидизм. И приезжают они на еврейский Новый год. Приезжают самолетами, приезжают в огромных, больших количествах. Мы знаем и плюсы, и минусы приезда хасидов в Умань. Но плюсы для туристического бизнеса Украины, когда чартерные рейсы привозят хасидов в Киев и в Винницу, как мы можем видеть из нашего парада бомбарбии. Ну, все же по-еврейски не должно ничего простаивать, не должно ничего быть просто так. Не летают самолеты, привезли людей, ну и нечего стоять пустыми. Соответственно, наши туроператоры используют эти прилетевшие чартеры для того, чтобы создать свои туры на еврейский Новый год. И, собственно, именно поэтому я хочу обратить внимание и слушающих нас зрителей на нюансы в тех трех турах, представленных для посещения Израиля в Новый год, на нюанс, что стоимость тура включен перелет чартерным рейсом, и время, и, кстати, и дата перелета тоже может быть немножечко изменена. Хочу на это обратить внимание. И с чем это связано, я все объяснила. В этом году Еврейский Новый год припадает на 24-26 сентября. Празднование его происходит, опять же, очень специфически. Естественно, не ставятся ни елки, никто не кричит, не пьют шампанское. Все это происходит очень по-другому. Еврейский Новый год — это начало годичного цикла единения еврея с Богом. И начало годичного цикла начинается с того, что еврей пытается сбросить с себя все наслоение, все какие-то грехи, все лишнее, приходя к какому-либо водоему и по обычаю бросая маленькие кусочки хлеба, символизирующие убирание от себя всего наносного. Собственно, так это происходит в том числе и в Умане. Но ярких, пышных торжеств не происходит. Почему? Потому что в Еврейский Новый год, который называется Роша Ашана, люди готовятся к очень важному событию, а именно занесению себя в книгу судеб. Опять же, еврейская традиция. Поэтому никаких особых пышных праздниц нет. Есть молитва, есть то, что ярко и то, что могут увидеть туристы. Это трубление в шофар, историческая традиционная еврейская труба, сделанная из рога барана. И это трубление в шофар происходит в течение нескольких дней. Коллективная молитва в синагоге. И дальше обязательная составляющая часть любого еврейского праздника. Это семейная трапеза. Хочу обратить внимание, что когда в известной пьесе прозвучала известная фраза «Паниковский не делайте из еды культа», она настолько известная и настолько же бесполезная, потому что не делать из еды культа еврей просто не может. Потому что еда – это всегда культ. И не только в чисто кулинарном смысле. Она несет в себе очень много символизма, и это правда. В частности, просто символическая новогодняя еврейская трапеза. Здесь должны быть обязательно целый ряд продуктов, которые носят очень символический характер. Прежде всего, конечно, это яблоки с медом. Знаменитая еврейская еда. Сладкая, приятная, вкусная. Пожелание... ...это обязательно... ...блюдо. Кроме этого, на столе должен находиться гранат, который символизирует как то количество достоинств, согласно количествам семечек граната, которые должны быть у человека, так и те 613 заповедей, которые еврей должен соблюдать для того, чтобы быть как можно ближе к Богу. Рыба. Обязательно рыбное блюдо для того, чтобы находиться в голове, а не в хвосте какого-либо мероприятия. Обределенным образом приготовленная морковь, которая должна быть обязательно золотистого цвета, что символизирует достаток и финансовое благополучие. Ну и кроме этого, лук-порей, еврейское название которого однокоренную со словом «отсекать». Поедая лук-порей, семья обязательно должна приговаривать фразы из Торы «Да благослови меня Господь и отсеки от меня всех врагов». Аналогично выполняет роль свекла, аналогично выполняют роль финики, которые вообще говорят об истреблении всех врагов. Ну и, собственно говоря, молитва, трапеза, поздравления друг друга – это и есть еврейский Новый год. Что же могут увидеть наши туристы, когда приезжают праздновать на праздник Новый год? Они не увидят пышных шествий. Они могут увидеть лишь те достопримечательности Израиля, которые существуют там всегда. Я хочу обратить внимание, никаких особых специальных мероприятий для туристов во время еврейского Нового года нет. Еврейский Новый год – это подготовка к очень скромному и серьезному дню, который называется Ёмкий курс, судный день, который наступает всегда на 10-й день после начала Нового года. Именно поэтому все туры, которые предложены в рамках еврейского Нового года, это туры в принципе стандартные, но имеют определенную акционную цену, именно потому что, а, используются в качестве транспорта чартерные рейсы, что немножечко может снизить транспортную часть перелета, и, б, безусловно, центральный офис сети агентств горящих путевок имеет определенные рычаги влияния на наших партнеров и операторов, и поэтому имеет возможность предложить нашим туристам особые условия по этим ценам. Но туры в Израиль всегда интересны, всегда своеобразны, всегда качественные, и практически всегда все туристы остаются просто в восторге от этих туров. Я бы хотела обратить внимание на то, что израильские туры необходимо очень правильно и грамотно представить туристу. Турист не должен думать о том, что его будут ждать на шоу, что его будут ждать на каком-то праздничном ужине. Турист должен быть готов к тому, что он приезжает в страну, в которой празднуются и соблюдаются традиции. И он должен получать удовольствие в том числе и от того, что он может, имеет возможность прикоснуться к этим традициям. Хочу обратить внимание на то, что израильтяне, ну, наверное, в силу своего исторического туризма, я бы так сказала, кто еще из народов 40 лет был туристом? Да. Так вот, израильтяне одна из самых путешествующих наций, это общепризнано, и они очень любят в том числе и внутренний туризм. Хочу обратить внимание, что наши туристы должны быть готовы к тому, чтобы в гостиницах Израиля, особенно в курортных зонах, в Эйлате, на Мертвом море, в том же Тель-Авиве, могут быть, собственно, и израильтяне, группами, семьями. И людей будет много обязательно. Израильтяне используют любую возможность для того, чтобы путешествовать, в том числе и по своей стране. Это правда. И это та специфика, которая будет ждать наших туристов во время путешествий по Израилю в праздники. Отдельно хочу сказать о том, что, опять же, в Израиль можно путешествовать круглый год, сколько угодно. Израиль абсолютно разнообразная страна. И в то время, когда, предположим, с ноября по февраль на Средиземноморском побережье, то бишь Тель-Авив, Нетанья, Хайфа, Ашкелон, мы можем видеть дожди. В это время в Эйлате и на Мертвом море будет абсолютно прекрасная погода. И дождей не будет. Израиль абсолютно разнообразная страна, и поэтому круглогодичные экскурсионные туры здесь вполне допустимы. Туры могут быть абсолютно разного содержания, как базовые с тремя-четырьмя экскурсиями, так и длительные, в том числе и двухнедельные туры. Те туры, которые представлены сегодня в хит-параде Бомбарби, они дают возможность туристу посмотреть Израиль с разных сторон. Я бы рекомендовала начинать путешествие в Израиль с базового тура, знакомства с Израилем, который идет неделю. И включает 3-4 экскурсии в зависимости от наших украинских операторов, которые предлагают. Такие туры предлагают в частности и наш партнер Феерия Мандриф, и туроператор Море. Эти туры базовые есть. На основании этого базового тура, знакомства с Израилем, можно добрать экскурсии и во время свободных дней получить дополнительные факультативные экскурсии. Естественно, это будет дополнительная плата. Отдельно хотела бы сказать по экскурсиям в Израиле. Специфика экскурсии в Израиле в том, что в экскурсии попадают не только туристы, но и граждане Израиля, которые путешествуют по стране, а также гости граждан Израиля, которые приехали и тоже хотят попутешествовать по стране. Поэтому абсолютно неудивительно, если в полностью русскоязычном автобусе наши туристы встретят и граждан Германии, и граждан Израиля, и граждан Австралии, и граждан Соединенных Штатов Америки. Это абсолютно естественное и нормальное состояние. Мало того, я бы хотела обратить внимание на то, что если туристы едут в гости к своим друзьям, то желательно бы в том же агентстве, в котором они покупают просто авиабилеты, поинтересоваться, какую программу экскурсионную агентство может им предложить. Друзья, родственники, это очень, конечно, хорошо, но тем не менее, ну, наверное, большая будет случайность, если среди своих друзей и родственников вы вдруг увидите профессионального экскурсовода. Который сможет достойно рассказать историю и показать архитектуру. То есть лучше, наверняка, будет интереснее тем друзьям, к которым вы приезжаете, тоже быть в составе этой экскурсионной группы и послушать гиды. Наверняка, они для себя тоже много чего интересного еще и откроют. Да, и второй нюанс. Второй нюанс тот, что при всем гостеприимстве ваших друзей и родственников нужно понимать, что они несут определенные траты, приглашая вас, а на эти траты надо заработать. И у них нет времени уделять вам постоянно внимания. Уважайте своих друзей и родственников. Планируйте свое время в Израиле заранее. Обращайтесь в агентство, в том числе и сети агентств горящих путевок. И можно приобретать просто экскурсии с проживанием в любом городе Израиля. Ибо тот механизм, который существует в израильском экскурсионном бизнесе, позволяет из любого города Израиля приехать в Тель-Авив и там уже продолжить свой экскурсионный путь. Этот трансфер, он включен в стоимость любых экскурсий. Это достаточно важно и достаточно интересно. Я бы хотела обратить внимание еще и на специфику экскурсий по Иерусалиму. Естественно, когда люди едут в Израиль, для них Иерусалим – это всегда центр притяжения. Иерусалим предлагает абсолютно разное количество экскурсий. Если люди, скажем так, глубоко религиозные, то, безусловно, я рекомендую брать экскурсии, которые называются Иерусалим христианский или, если есть специфика, предположим, православной конфессии, брать Иерусалим православный. Но если люди хотят получить полное впечатление об Израиле как о целостной и многогранной картине, я очень рекомендую все-таки обращать внимание при приобретении тура на то, чтобы в тур была включена экскурсия, которая называется «Иерусалим обзорный». Потому что в рамках этой экскурсии вы можете получить возможность в том числе и посетить КНЕСЭД, это израильский парламент, и просто-напросто зайти на балкон зала заседания и посмотреть, как происходят заседания парламента Израиля. Для этого вам необходимо будет просто с собой иметь ваш загранпаспорт и больше ничего. В этой экскурсии, если будет позволять время, вы также сможете посетить музей Яд-Вашем. Это тот музей, который должен посетить каждый уважающий себя человек. Это музей катастрофы европейского еврейства. То есть это надо видеть. Это тяжело. Это тяжело, а не для слабонервных, наверняка, зрелищ. Это тяжело, но это надо видеть для того, чтобы переоценить жизнь. Чтобы переоценить прежде всего себя и произвести переоценку ценностей, которая достаточно важна, особенно в сегодняшней ситуации, в том числе и для граждан Украины. И в такую экскурсию также включены общепризнанные святыни. Это и Стеноплача, это и Храм Гроба Господня, это и проход по Виа-Делороса с остановками на нескольких станциях. Все это есть. Но я настоятельно рекомендую, собственно говоря, посещать экскурсию именно Иерусалим обзорный. Отдельно, конечно, можно взять православный Иерусалим. Можно взять Иерусалим с посещением Вифлеема. Но в этом плане я хотела бы обратить внимание, что если вы берете экскурсию Иерусалим с посещением Вифлеема, обязательно необходимо с собой брать загранпаспорт. Почему? Потому что Вифлеем — это городок на иврите Бейт-Лехем. Дорога к нему лежит через сопредельную территорию, через территорию, контролируемую палестинской автономией. И туда пускают туристов, только туристов, опять же, либо туристические автобусы, сопровождающие их израилетян. И необходимо обязательно иметь с собой документ. Это достаточно важно. Дальше. Отдельно хочу обратить внимание на комбинированный тур Израиль и Иордания. Очень интересный тур для тех людей, которые не планируют достаточно часто быть на Ближнем Востоке. Почему этот тур интересен? Потому что две страны связаны общей историей, историей, скажем так, раннего человечества. Их очень интересно посмотреть в параллели, сравнить, скажем так, сравнить цивилизацию израильскую, сравнить Иорданию, посмотреть на общие истоки и то, к чему пришла, собственно говоря, на уровень 21 века каждая из стран. Рекомендую посмотреть, если есть желание, возможности, достаточно интересный экскурсионный тур Израиля и Иордания. Отдельно хотела бы сказать о Мертвом море. Есть его специфика. Мертвое море – это очень тихий и очень спокойный курорт. На Мертвом море нет развлечений, на Мертвом море нет дискотек. Поэтому отдыхать на Мертвом море можно именно в буквальном смысле понимания этого слова. Отдыхать. И ни в коем случае нельзя направляться на Мертвое море туристам, которые хотят веселого, шумного отдыха. Это категорически неправильно. И какого-то активного. Для этого есть другие курорты, другие моря. Да, они этого не получат, вплоть до того, что в буквальном смысле слова нельзя веселиться в Мертвом море. Почему? Потому что, скажу банально, плотность рассола, в котором мы солим огурцы, 18%. Плотность Мертвого моря – 33%. Мы как раз показываем фотографии, пытаемся, чтобы было… Соответственно, попадание этой воды на слизистые оболочки – это быстренький химический ожог. Для того, чтобы этого избежать, нельзя, соответственно, ни нырять, ни плескаться, ни, естественно, глотать эту воду. Конечно, на пляжах предусмотрены души с опресненной водой. И если вдруг, не дай бог, это случилось, необходимо обязательно быстренько принять душ. Мало того, принятие ванн с водой из Мертвого моря должно не превышать 15 минут. На пляже есть часы. Следите за часами. Есть меры предосторожности, в которых нужно придерживаться обязательно, для того, чтобы не навредить своему здоровью, правильно? И еще один стереотип. Все, наверняка, все видели. Я не думаю, что кто-то есть такой, кто не видел фотографии, где люди стоят на пляже, обмазанные грязью. Все это видели. Я думаю, у многих есть собственные такие фотографии в своем альбоме. С точки зрения здоровья это категорически делать нельзя. Потому что грязь в Мертвом море достаточно активная биологическая субстанция. И если вы это сделали, и не дай бог, у вас повышенное внутричерепное давление, повышенное артериальное давление, то не исключено, что, к сожалению, через 10 минут после того, если вы, не дай бог, не смыли эту грязь, будучи на солнце, вам придется воспользоваться вашей страховкой. Ничего себе. То есть это все достаточно активные биологические среды, и нужно очень-очень-очень сильно быть аккуратным и осторожным. Дельный нюанс по поводу того, где, собственно говоря, находится Мертвое море. Мертвое море находится на уровне минус 417 метров по отношению к уровню Мирового океана. Ближайший населенный пункт, который находится недалеко от Мертвого моря, это город Арат. Он находится на уровне плюс 600 метров по отношению к Мертвому морю. Соответственно, в то время, когда вы спускаетесь к Мертвому морю, вы опускаетесь на километр вниз. То есть давление сразу резко меняется. Естественно, если турист берет машину на прокат, категорически запрещается очень быстро спускаться от Арата к Мертвому морю. Именно исходя из соображений здоровья. Это бы я хотела рекомендовать в качестве обязательных пожеланий и рекомендаций людям, как отдыхать и как себя вести в Израиле. Но отдыхать в Израиле, безусловно, можно. Можно отдыхать в Тель-Авиве, можно отдыхать в Нетанье. Это города-курорты, города, которые в том числе и ориентированы на отдых. Но города с отелями городского типа. Я хотела бы обратить внимание. В Израиле на Средиземноморском побережье есть буквально 2-3 отеля с большими территориями клубного типа, но они не находятся в городах. В Нетанье и в Тель-Авиве. Отели находятся вдоль побережья, вдоль променада. Они все городского типа. Здесь не будет отелей с большим перечнем услуг. Здесь отели с небольшой территорией ориентированы на европейский стиль отдыха. Ориентированы на то, что турист получает услуги в том числе с инфраструктурой города. И это та же специфика и тот же нюанс при отдыхе в Израиле. Именно поэтому Израиль нельзя предлагать как альтернативу Турции. Израиль как курорт на Красном море Эйлад единственный. Нельзя предлагать, и категорически нельзя предлагать как альтернативу Египту. По многим причинам. В том числе и потому, что он никогда не будет являться ценовой альтернативой Египту. Маленький, ну такой вот просто нюанс. Я об этом говорила и еще раз напомню. Хорошая зарплата в Египте это 200 долларов. Очень хорошая зарплата. Минимальная зарплата в Израиле это 1000 долларов. Соответственно Израиль никогда не будет ценовой альтернативой Египту. За 200 долларов предоставлять вам сумасшедшие услуги. Вот. То есть туристы, которые едут в Израиль должны это понимать. Страна не дешевая. Говорить о том, что страна Израиль это страна для шоппинга, ну можно говорить только тем, кто собрался покупать алмазы. Специфические сувениры. Да, то есть это очень специфический шоппинг в Израиле. Алмазы, ноу-хау, ну какие-то специфические сувениры. А золото, как же вот я знаю, многие едут и золото привозят из Израиля. Что касается золота, ну что касается золота, золото, как и на всем Ближнем Востоке, не является, скажем так, источником вложений денег. Потому что в отличие от нашего 18-каратного золота, там золото 14-каратного. 14-каратное золото. Поэтому если покупается что-то, то имеет смысл покупать только если вам это нравится с точки зрения художественного произведения. То есть израильское золото, как золотые слитки банковских, оно не имеет смысла. Как ценность именно дороговалютная не имеет смысла. Нет, есть вложения. Вложения это драгоценные камни, которые каждый из них должен иметь собственный сертификат обязательно, собственный фактически паспорт. И вот только тогда имеет смысл покупать эти камни. Представители Израильской алмазной биржи Одесси существуют на всех курортах. Во всех четырех и пятизвездочных гостиницах есть магазины представительства IDC, Израильской алмазной биржи. Все туроператоры возят туристов на эти экскурсии в Тель-Авив в том числе. Как правило, экскурсия в Тель-Авив дарится бесплатно. С учетом того, что люди, естественно, поедут на Израильскую алмазную биржу, посещение которой включается всегда в экскурсию по Тель-Авиву. И, собственно говоря, в надежде на то, что кто-то из автобуса что-то себе купит. И это будет окупаемо, я так понимаю. Да, да, да. А если это будет три человека, то уже хорошо. Не зря свозили автобус. Прекрасно. То есть, это специфика. Ее тоже нужно знать. Но Израиль всегда будет привлекать людей интересными достопримечательностями. Это история всего человечества. Это история и древности, и современности. И, конечно, естественно, специфика Израиля также и медицинский туризм. Но медицинский туризм это отдельный разговор. Отдельная тема, да. Я думаю, что это просто действительно. Мы его касаться не будем. Хотела бы обратить внимание на еще один нюанс. На отдых в Израиле с детьми. Неоднократно об этом писалось. Туроператоры постоянно об этом упоминают. Но, тем не менее, уважаемые родители, абсолютно без проблем вы можете поехать с детьми. Если ваши дети вплоть до возраста 18 лет, вписаны и вклеены в ваш паспорт, фотографии детей. Тогда не составляет никакой проблемы. В случае, если вы гордитесь тем, что у вашего ребенка есть свой проездной документ, этот проездной документ не признается государством Израиль. И банально на границе вас просто не выпустят, не впустят в Израиль. Что же нужно делать, если вдруг просто у вас, кроме фотографии в паспорте вашего ребенка, вернее фотографии в паспорте вашего ребенка нет. А есть только детский проездной. В этой ситуации я советую вклеить фотографию в паспорт и спокойно поехать. Почему? Потому что в детский проездной необходимо поставить визу, независимо от того, что Израиль вроде бы безвизовая страна. Но так и есть. И ни один оператор эту визу не ставит. Визу ставят непосредственно родители, непосредственно в консульстве. Запутанная история получается слишком. Абсолютно, да. Поэтому намного легче и спокойнее и дешевле вклеить фотографию ребенка в паспорт и спокойно ехать. При этом ребенок может быть в возрасте до 18 лет исключительно. Вот на это я бы хотела обратить внимание. Об Израиле можно говорить очень много. Но я закруглюсь. Я благодарю за то, что мне дали возможность хоть немножечко поговорить об этой удивительной и абсолютно разнообразной стране. Продолжение следует...